Вы знаете, я сейчас хожу на электрозавод очень часто, там живут художники. Есть заводы, винзавод, потом Красный Октябрь, там классные студии, дизайнеры, очень модные сидят, работают. И там, конечно, талантливые ребята есть. Но когда я прихожу на электрозавод, там нет ремонта вообще, там полный дестрой. Там вот эта атмосфера совка, и там такие художники, у них такие головы светлые. Они все оборванные, они все какие-то такие сумасшедшие, но в них есть вот эта настоящесть какая-то. С ними можно беседу там на три часа, и ты чувствуешь себя вот настолько вот в этом. Вот это вот как раз хороший пример того, что мы тоже сами. И общаются они там гораздо больше между собой, чем нахуй. У них нет глубины больше, ни показухи вот этой вот обустроенности. Но электрозавод, по сути, это одно из лучших архитектурных строений в Москве, но на мой вкус. Но внутри там, как бы я говорю, что нет вот этих модных лофт-студий, которые сейчас там везде есть. Но люди, главное, что там люди собираются, которым неважно вот эта вот мишура вокруг разделилась. Вот на самом деле то, что делает Иван, это очень правильно. Нужно создать условия для самовыражения и найти команду единомышленников. Тогда получится какой-то результат. Тогда этот результат повлияет на других. И, в общем, люди должны находить себе подобных. В чем принцип твоих условий? У меня-то идея в том, что я просто не нашел возможности выразиться полноценно в городе. Поэтому, по сути, строю альтернативный город и пробую все эти идеи там. А какие у тебя проекты в Анар-ферме такие? Ну, там выставочные, фестивальные, жилье. Но я пробую все то, о чем мы говорим. Там и раздельный сбор мусора. И у нас почему-то все, многие приезжают туда, перестают есть то же самое мясо. Ну, ты вегетарианец? Ну, не ем, да, с недавних пор. И что, получается какой-то идеальный город новый? Я не знаю, насколько он идеальный, но все, кто приезжает, им комфортно. И это самое главное. Никаких минусов коммуникации все-таки какая-то сборка? Никаких, просто надо набраться смелости и отказаться от круглых. А на что люди живут там? Отказаться от чего? Нет, там немногие живут, но все равно это устоявшийся стереотип, что надо жить в городе, что за замкадом жизни нет. Потому что все зарабатывают в городе, и за это все живут в городе. Вот опять же вопрос, если бы у всех у нас была возможность, вот вам, не знаю, вы получаете определенную сумму денег, если бы вы уехали на природу жить? Нет. Я нет. Вот многие, у меня просто много знакомых, которые там, все, это идеально, я хочу там туда-сюда, и все, я ухожу на природу, человек попадает, и все, не понимает, что делать. Ну, как бы, вот возникать какое-то пространство, для него незнакомое, он боится, да, он встречается с собой, и, как бы, он не понимает, что делать дальше. У вас там можно как-то деньги зарабатывать или надо в город? Я работаю вот на, так же на Москву, но живу там, и там же, там, то же самое производство, и, как бы, это лишние работы местным людям. Вот сейчас мы здесь, там, ну, не половину, но какую-то часть зеленой недели оформили, создавают все там. Вот, кто-то приезжает и удаленно работает, там, делает проект. Вы там производство организовали? Ну, у меня, да, основное дело, там, производство, и в организации мероприятий, там. А что производится, кроме искусства? Ну, начиная, из дерева, начиная от мебели и заканчивая. Ну, здесь вот мы делали инсталляцию из кувшинок на центральной площади, ну, и несколько объектов территории. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова